Про что думаете последними днями, что задевывало вас приемно или неприемно, ну и додам сразу, с чем пришли. Я уже к вам, как к Якубовичу, хожу с подарками. Начать, да? Да. Пульки надо освобождать. Ну, первый подарок. Вы знаете, мы с вами в прошлый раз говорили о Николае Тищенко. Я сказал, что я хочу пригласить его на интервью. И это действительно мое желание было такое, потому что Николай Тищенко очень интересный, на мой взгляд, человек. Один из главных людей, благодаря кому падает, стремительно падает рейтинг партии «Слуга народа». Поэтому, конечно, он представляет большой интерес. Как один из источников падения этого рейтинга. И вообще человек остроумный, интересный. И я хотел с ним сделать интервью. И вы мне сказали, что он не пойдет на интервью. Я сказал, что нет. Николай Тищенко умный человек. Он пойдет на интервью. И мы с вами поспорили. Сначала на одну бутылку, потом на две бутылки. Я проиграл. Николай Тищенко отказался идти на интервью. Поэтому я принес вам то, что я проспорил. Вот такой. Вот такой. Вот что значит любимое слово. И дело. Это очень вкусное грузинское вино. Почему грузинское? Потому что я хочу еще раз привлечь таким образом даже внимание к тому, что 33-й день голодает в застенках в Грузии Михаил Саакашвили. И я об этом буду говорить постоянно. Я спрячу, наверное. Да. Я вспомнил, как Михаил Саакашвили приходил до меня на эфир. Это было еще в той студии. Очень вкусное грузинское вино. Есть конфеты, птичье молоко, гордон в шоколаде и зефир гордон. И все это прекрасно. Но я говорил о том, что будут появляться новые-новые изделия. И вот я сдержал свое слово. Так, счетцы. Появился шоколад гордон. Шампунь чуть позже. Ух ты. Вот такой вид он имеет. Ничего себе. Отдай ты мне мне, пожалуйста. Я все даю вам. А все мне. Не забудьте поделиться с Петром Алексеевичем Порошенко по традиции, чтобы он увидел, как надо делать вкусный шоколад по-настоящему. Без ГМО, глютен-фри. Ну и тут же реклама. Ютуб, Инстаграм, Тикток. Все нормально. Фейсбук. Конечно. Так, можно открывать? Да. Он открывается, как клатч. Клатч? Да, это клатч называется. Когда вы съедите шоколад, в этом клатче можно дарить деньги. Смотрите, я вам покажу. Тут шоколадонька. И если когда-то вам нужно было занести кому-то шоколадку, но теперь, знаете, уже шоколадка, ну, такая-то вартует, нормальная. Я не знаю, сколько она, по-настоящему, вартует в магазинах. Но можно еще и купюру покласти. Как удобно. Раз. Красота. Все буквально через несколько дней в сети Кола в Киеве, в Мариуполе, Мелитополе, во многих других городах появятся эти шоколадки в продаже. Замечательные, очень вкусные. Я их теперь ем постоянно. И можно спробовать. А сейчас, да, пожалуйста, вам, да. Вам можно все. Дивите, а я просто... Это вкус детства. Вы окунетесь в детство. А кто нам сейчас заборонить? Мы, и надеясь, мы трамали чем, можем похулиганить в эфире. Мы водой обливались. Я вам скажу больше, мы можем похулиганить и вне эфира тоже. Да, но этого никто не побачит. Мы вообще хулиганы. Да, мы сделаем иначе. Мы зараз... Угостим зрителей. Конечно. Вот вы добрый человек. Я знал. Я же не жадный. Я знал, что вы добрый человек. Так, я в какую сторону? А, все, конечно. Дивите, а тут единственное, что панует режиссер, який скажет, с какого боку краще видно. Туда, к экрану? Сюда? Извините. Я к вам приду. Я к вам приду после программы. Давайте. Просто под краном я... Давайте. Давайте. Ну, давайте я потрошки раздам. Ну, попробовать. Ну, что вы. Не все... Ну, я на все. Всех не рассчитываю. Ну, держите. Держите. Так. Так, давайте сделаем... Только честно, скажите, вкусно или нет? Так, кто скажет, не вкусно? Не-не, оно вкусно. Давайте. Смотрите. Я вам отдам, а вы поделитесь с сусидами. Так. Эй, друзья, а мне? Оно одненько. Маленько. Я сильно не претендую. Жизнь несправедлива. Да я верну. Жизнь несправедлива. Да я верну, не бойтесь. Дивитесь. Держите. Василий Владимирович. Ну. Я к вам приду. Писляю эфиру. Дмитрий Ильич, черный шоколад. А это для денег вам? Ну, нормально. Пойдете куда-то. Кто скажет, что это не шоколад? Слушайте, помните, как в том анекдоте, что, а что конверт уже не подарок? Ага. Да. Так, добре. Добрий день, Дмитрий. Чи дивилися вы расследование Тима Уайта про коррупцию? Эдуард 37 лет в Дніпро. Нет. О чем речь шла там? Я тоже не дивился, не знаю. Не знаю. Так. Чи піде уряд на национализацию нафтогазовых свердловин, щоб зменшити тарифи на газ? Юрій Полтава. Мне нравится, как вы начали. Чи піде уряд на? Была дальше большая пауза. Это не я. Это Юрій Полтава. Думаю, что за исключением нескольких его членов піде. Угу. Мы сейчас про это даже будем говорить. Единственное, что, снова поднимается вопрос, знаете, Питание национализации, такий, трешечки большевизм, знаете, отнять и поделить, он может мать серьезные наслідки. Когда начинается перерозподел властности, которая уже не державна, а, наоборот, приватна властность. И когда это в таком случае, не через суд, не через то, что там доведено, что не в правдивый способ вона была приватна. Спочатку застегнули на гласность, после чего на властность. Потому что, если нет гласности, будет много властности. Я уже с цихами начал говорить. Аплодисменты. Так, скажут, что, кто спробовал шоколадку Гордона, в тех чип, которые вмонтированы в вакцину, работает лучше? Это правда. Доброе. Тогда, несколько еще вопросов для детей, потому что их очень много. Что вас зацікавило в свете, в международных отношениях? Цікавится Юрий наш глядач. Вы знаете, ничего. Все давно прогнозируемо, неинтересно, цинично, продажно, а от того и противно. Так, добрый вечер. Слушайте, ну уже сколько можно? Порошенко, Порошенко, снова Порошенко. Кто бы до него не ставился, совершенно вкуснейшая продукция, и навряд ли кто сделать краще, при всей повазе до Дмитра, какая-то дивная, односторонняя соревнования. Да нет, это троллинг. Перестаньте. Как я могу? Я не могу вообще по определению соревноваться с Петром Алексеевичем ни в чем. Во-первых, у него мощнейшая фабрика, мы так аматоры. Во-вторых, Петр Алексеевич мощнейший человек, с мощнейшим интеллектом, с огромным опытом, а мы даже рядом не стояли. Поэтому, что вы? Полный пиетет к Петру Алексеевичу. Чи будет интервью с Данилом Козловским? А я бы хотел сделать с ним интервью. Он очень хороший актер, мне кажется. Очень хороший. Мне он нравится как актер. Если будет нагода, так я бы с удовольствием сделать с ним интервью. Мы, до речи, в этой часе расскажем про интервью, и в наступной часе мы расскажем про интервью, которые вышли вчера и сегодня. Сегодня вышли интервью с Алексеем Дурневым. Наверное, нужно рассказать старшей аудитории, почему его нужно посмотреть. И кто такой Алексей Дурнев, наверное. Можем, не знаю. Ось. И, во-вторых, нужно посмотреть и почему. Мы в другой части расскажем, покажем фрагмент. Чи нужно сейчас сказать? Да. Я думаю, что да, нужно. Алексей Дурнев замечательный парень, очень одаренный, с невероятным чувством юмора. И интервью получилось настолько светлым, солнечным и смешным. Мы просто упивались вновь сотворенными мемами на месте. И вообще, мне нравится Алексей, мне нравится его солнечность, его остроумие. И я с удовольствием сделал это интервью, которое стремительно набирает просмотры сейчас. Я к вам только шел, оно вот буквально вышло, и там уже на внутреннем счетчике за 200 тысяч просмотров. Невероятно. Дмитрий Гордон опубликовал интервью с шоуменом, блогером Алексеем Дурневым. Тот известен как ведущий телевизионных программ, а также как участник околополитических скандалов. Разговор длился полтора часа. За это время обсудили множество интересных тем. Говорили о детстве, журналистике, шоу-бизнесе, политике, деньгах и инвестициях. Среди прочего, Алексей Дурнев рассказал, что знаком с Владимиром Зеленским. Говорит, случилось это еще задолго до президентства. И по мнению Дурнева, сейчас глава государства действительно старается изменить положение дел в стране, но ему тяжело. И не позавидуешь. Услышим Алексея. Зеленский, скажем, и так неплохо жил. У него все было. Хорошо жил. Да, у него все было. Ему за это ничего не было. Да ему за это ничего не было. У него была народная любовь всех народов вообще, понимающих его творчество. У него были деньги, безусловно, я думаю, что необходимых любому человеку достаточных количеств. Честно заработать. И честно заработать, да. И спокойный сон, насколько это может быть, у человека, управляющего такой крупной медиа империей. А теперь ему сильно тяжелее, поэтому завидовать Зеленскому. Ну, во-первых, костюм у вас шикарный, вот эта полоска, шикарнючая, как вы называете ваши пакеты. Остатки былой роскоши. Ну да, Дмитрий Гордон признался, что он одежду не покупает больше, ну, с тех пор, как тогда закупил. Так, Алексей Дурнев, интересный человек, я давно с ним знаком. Чем вас он заинтересовал? А моя старшая дочка Лиза, его большая поклонница, она говорит, а почему ты не берешь интервью у Дурнева? Я говорю, надо? Она говорит, конечно, надо. И я взял интервью у Алексея Дурнева. Можно ли разделить, что вот ваши интервью, они вот, часть из них для какой-то более старшей, серьезной аудитории, там, как интервью с Пугачевым, например, и для более молодежной Моргенштерн, Дурнев, Фейс, Марьяна Ро? Вы знаете, я беру интервью у людей, которые интересны мне, как минимум, а как максимум, интересны и всем остальным. Мне интересны явления, мне интересны люди, которые заставляют людей думать, сопереживать, смеяться, грустить, извлекают что-то из души человеческой. Мне интересны люди, которые интересны. Алексей Дурнев, конечно же, интересен, но нестандартный парень, безусловно. Так что вам больше всего понравилось или насмешило в этом интервью вас? Вы знаете, мне с ним было очень легко. Мы были на одной волне, это редко бывает. Он вас же очень любит цитировать в своих программах. Он меня постоянно цитирует. Приглашал вас, вы приходили, там еда с Дурневым, он там что-то ели. Шаурму или что-то я с ним ел, да. Что с ним ел? Хот-доги что ли какие-то, да. Он прикольный, но людям надо дарить радость, надо дарить позитив. Смотрите, настроение сейчас, ну осень, пасмурно, хмуро так. Ну, давайте улыбаться, ну может от этого нам легче. Вот смотрите, вы улыбнулись и хорошо. А испортить настроение нам есть кому, правильно? Так, очень много вопросов. Дмитрий, сколько же интересных людей доверили вам свои секреты и мысли. Это дорогого стоит вам есть, чем гордиться. Наверное, ни одному журналисту бывшего СССР этого не удалось в самом деле в пору мемуары писать. Об этом вчера говорил Андрей Ларионов, вот так вот сидя напротив меня. Мы вспомнили тоже интервью с Пугачевым, зрители спрашивали. И он, конечно, тут отвесил вам тоже комплиментов. Вот, в принципе, вот тот же самый месседж он и озвучил, что, наверное, такой базы никто похвастаться не может на постсоветском. Не только, говорит, не только на постсоветском пространстве. Базы авторемонтной? Базы автозвука. Базы автозвука. Базы автозвука.